Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Деньги для программы энергосбережения в городнянской школе заморожены на казначейских счетах вместе с деньгами на другие важные проекты. Сюди, правда, относятся и пальне для швидких, сюди относятся и отряджения, сюди относятся и расходные материалы, которые обеспечиваются в бюджетных установках. Ну, будь что, например, в лекарнях, мыющие засобы. Незащищенные статьи бюджета – то, на чем обычно экономят, когда денег в казне совсем уж мало. Чтобы львовским барышням было легче ходить на каблуках, Сергей Стебницкий трудится в поте лица. Проблема на зарплату есть постоянная, потому что постоянно казначейство держит наши деньги. Через 4 года здесь будет тротуар. Раньше вряд ли. Рабочим ведь нужно еще и деньги где-то зарабатывать. Дома выкручивается, еще пока напротив зелита, пока был долгий рабочий день, то после работы, бег еще и еще, где старался заработать, купить. Иначе тяжко. Львову не перечислили около 40 миллионов гривен, кровно заработанных. В муниципалитете, правда, считают, что сумма вдвое больше. Но главное, это повторяется ежегодно. Если в сравнении сказать, то если в прошлые разы вопрос шло про миллионы гривен на всю Украину, то сейчас же вопрос идет про миллиарды гривен. Кроме Львова, больше всего недополучили Луганск, Запорожье, Одесса, Кривой Рог, Донецк, Харьков и Днепропетровск. Промышленные и туристические центры. Чем больше отдашь в казну, тем больше оттуда недополучишь. Хотя, в принципе, мало городов, которым вернули бы все заработанные деньги. Общая задолженность госказначейства перед местными бюджетами – порядка 6 миллиардов гривен. Цего года были такие дни, что было и по 500, и по 800 тысяч гривен на рахунку, единому казначейскому рахунку. Безусловно, эта сумма очень маленькая, это нереально. Первое, второе – и компот. Будущим строителям из Тернопольского ПТУ без обеда нельзя. Мы складываем меню по тех продуктам, которые мы имеем. Как говорится, чем Бог послал? Уже два месяца несколько тысяч тернопольских учащихся едят в долг. Казалось бы, порция стоит всего 5 гривен, но и на такую денег не дают. Платежки не прокладывали через казначейство. В долг кормят и в ПТУ, и в детсадах. Подрядчики обещают покончить с благотворительностью. Нет денег – учись проголодь. Государственное казначейство Украины. Трехэтажное здание за железным забором в Печерском районе столицы. Именно здесь формально хранятся все заработанные украинцами деньги. Попробуем узнать, почему их не выплачивают. События недели просили об интервью. Узнать, где деньги официально. К сожалению, казначейство сейчас на больничном, поэтому не сможет с нами пообщаться. То есть никто не может дать ответа на вопрос, почему вам дадут в письменном виде. Учитывая необходимость обработки большого количества первичных и расчетных документов с целью недопущения социального напряжения, органы казначейства Украины обеспечивают выполнение, прежде всего, защищенных статей расходов бюджета, а именно выплату заработной платы, стипендий, оплату коммунальных услуг и энергоносителей, продуктов питания, медикаментов. Государственная казначейская служба. Гроши на заработную плату за жовтен для вчителев на рахунках райадминистрации есть? Нет. В этой школе без крыши второй месяц не платят зарплату. Вроде бы защищенная статья. И уже сил не мают терпеть. И мы не можем выховывать наших детей, говорить, какая наша держава хорошая. Мы живые люди, достаточно нам рассказать, что мы живем лучше и лучше, и лучше. Даже глава городнянской райадминистрации забыла чиновничьей привычки сглаживать острые углы. Горькая правда – денег нет. Это бюджетная зарплатенность, она существующая, официально. И так по всей стране. Раньше премьеру писали письма, теперь сообщения в Фейсбуке. Когда будет выплата заработной платы освятянам за жовтень 2013 года в Харьковской области? Шановный Микола Янович, дети Стрийской гимназии залишились без харчувания, хотя батьки сдали гроши. Севастопольские троллейбусники не получают зарплату с августа. Николай Янович, разберитесь с руководством ШСУ города Шахтерска. За три месяца зарплату задерживают. Детям в школу на питание нечего дать. За себя вообще молчу без тормозка в шахту идти. Один плюс бросил курить. Не за что просто сигареты покупать. Деньги идут не по назначению, говорят в бюджетном комитете. А на местах ими просто не могут воспользоваться. Украинская система налогообложения. Сначала съедим общее, а потом каждое свое. То есть большая часть сборов поступает в центр, в государственную казну. Потом из этой казны раздают всем сестрам по серегам. То есть городам и селам то, что они заработали непосильным трудом. А значит, если денег не хватает, кто-то получит раньше, то есть вовремя, а кто-то позже. А кто-то туго затянет поезд. Так что пока до Черниговской области дойдут деньги из Киева, городнянская школа может и Новый год отметить. Тем более учителя как-то и без зарплаты работают. Мы просто можем отримать заработные деньги. Борис Иванов, Владимир Телюк, Заряна Довгань, Юрий Кирчар, Роман Рамус. События недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова